Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я прежде всего прошу извините меня, что приходится повторить эпидемиологию, потому что не первый доклад, а актуальность проблемы, так и иначе мы должны обозначить. За последние 15 лет в странах Западной Европы ежегодно прирост заболеваемости составляет около 2%. Ну, за исключением Швеции и Дании за последние буквально 5 лет, где наблюдается стабилизация ситуации и якобы даже снижение. А в других странах Европы эта тенденция сохраняется, но и также отличается то, что в Северной Америке, Австралии, Индии, Японии, Китае, то есть, я прошу прощения, именно Индии, Японии, Китае и наблюдаются гораздо ниже именно встречаются рака почки. Чем это объясняется, честно говоря, я не знаю, у меня ответа нет. Ну, либо экология, либо питание, ну, так это и есть. Опухоль почки составляет от 2 до 3% среды всех онкологических заболеваний. И пик заболеваемости приходится на возрасте, по данным европейских авторов, от 60 до 70 лет, по данным российских авторов, общества урологов, от 50 до 70 лет, средний возраст является 60 лет. Ну, так, таковой, в общем, разницы я не вижу, это почти одно и то же. В 2009 году в европейских странах частота встречаемой строка почки составила 14,5 случаев на 100 тысяч населения среди мужчин и 6,9 случаев на 100 тысяч населения среди женщин. В России за период, 10-летний период, в 1998 год, рак почки занял первое место среди всех злокачественных образований по темпам прироста заболеваний. Такие данные приводит автор часов в 2010 году. В 2010 году в России было зарегистрировано более 19 тысяч новых случаев рака почки. А прирост заболеваемости составил 41% за 10 лет. Но это довольно очень высокий прирост. Эта данная приводит Олег Иванович Аполихин в 2012 год. То, что приводит Российское общество урологов, это последние данные. Именно в 2015 год по темпам роста онкологической заболеваемости в России рак почки устойчиво занимает второе место. То, что заболеваемость рака почки составляет 16 случаев на 100 тысяч населения среди мужчин и 11,5 случаев на 100 тысяч населения среди женщин. Это последние данные, которые приводил профессор Карпин в Москве. И в нашем городе, прекрасном городе, Санкт-Петербурге, показатель превышает среднороссийский и составляет 20 случаев среди мужчин и 15 случаев среди женщин на 100 тысяч населения. В настоящее время от 50 до 70 процентов опухоли почки выявляются случайно при выполнении либо ультразвуковой диагностики, либо компьютерной томографии, либо МРТ. А то, что мы раньше читали в учебниках, и я помню, когда еще будучи студентом, нас учили, что диагноз рака почки – это гематурия, пальпируемое образование, варикосели и так далее. Ну, в настоящее время это встречается как-то редко и составляет лишь 6-10 процентов. Ну, чем это связано? Это, естественно, это связано с ранней диагностикой, потому что в последнее время мы стали применять современные методы диагностики, как и ультразвуковые методы диагностики, компьютерной томографии, МРТ, и поэтому мы стали ставить диагноз именно в ранних стадиях заболевания. До 75 процентов образования выявляются на сегодняшний день в локализованной форме, то есть стадии именно первой-второй стадии без метастазов. Поражение лимфоузлов при отсутствии отдаленных метастазов наблюдается у от 2 до 10 процентов больных почечно-клеточным раком. А клиническая оценка статуса лимфатических узлов основывается на данных компьютерной томографии или МРТ и, естественно, интрооперационных данных, то есть именно во время операции, когда хирург выполняет операцию и пальпирует увеличенные лимфоузлы. Как известно, и компьютерная томография, и МРТ не позволяют выявить метастазию в лимфатических узлах нормального размера. Это данные Ассоциации европейских урологов этого года. И частота ложно-отрясательных результатов при компьютерной томографии достигает до 4 процента. А ложно-позитивных достигает до 75 процентов. Поэтому расширенная лимфодиноктомия с последующим гистологическим исследованием является единственным надежным способом оценки наличия метастазов в лимфатических узлах. Это данные Европейской Ассоциации урологов буквально этого года. По данным Катекс, который опубликовал в своей работе в 2012 году, за последние 7 лет частота выполнения лимфодиноктомии в ходе нефрактомии по поводу локализованного почно-клеточного рака снизилась на 63%. Это данные, которые он проводил буквально 3 года назад. Есть разные работы. Есть работа наших уважаемых московских коллег Института Герсена, где они проводили исследования на 354 больных и тоже приводит свои данные. Ну, я посмотрел действительно самое-самое, такая, пожалуй, весьма перспективное, единственное перспективно рандомизированное исследование, включающее 772 больных раком почки. В клинической стадии Т1-Т3 без метастазов были исследованы две группы пациентов, которым выполнялась нефрактомия без лимфодиноктомия составила 389 больных и почти такая же численность, то есть 383 больных, которым выполнялась нефрактомия с расширенной лимфодиноктомией. И только у 4% больных были выявлены позитивные лимфатические узлы при патологическом исследовании. У больных, подвергшихся лимфодиноктомия, не было доказано преимущество выживаемости. Недостатирование, вызванное невыполнением лимфодиноктомии, составило лишь 1%. Таким образом, лимфодиноктомия является избыточным лечением у больных с клинически отрицательными лимфатическими узлами. У больных локализованным раком почки при отсутствии клинических данных за наличие увеличенных лимфоузлов не было доказано преимущество нефрактомии в сочетании с лимфодиноктомией. Поэтому тут разные авторы и вопрос, честно говоря, очень-очень спорный, и как и в Европе, и как и в Азии, и даже как у нас и в России. Поэтому лимфодиноктомия не рекомендована для выполнения у такой группы больных. Это опять последние данные Ассоциации европейских урологов в 2015 год. Следующее. Прогнозирование метастазов в лимфатические узлы. Риск метастазов зависит от разных факторов. Ну, как европейцы и Бабаян считают, что балл по шкале ЭКОК, если превышает 1 балл, то есть в норму максимум до 5 баллов. Но это самочувствие больного, соматическое состояние, статус данного пациента. Второе. Это клиническая стадия, когда есть увеличение отдельного мозга. Третье. Это наличие местных симптомов. Ну, пример, как болевой синдром. Повышение уровня лактата дегидрогеназа крови. Ну, мы знаем, что норма составляет 250 единиц на 1 литр. Эта данная приводит опять в этом году наш коллег из Европы Бабаян. При ретроспективном исследовании, основанном на анализе замороженных срезов, было определено, что наличие метастазов в лимфатических узлах связано с следующими факторами. Первое. Это степень узлокачественных по форму. Это, да, действительно. И наша работа тоже доказала. У нас была диссертация, кандидация к третьей или четвертой степени. Второе. Это наличие саркоматоидного компонента. Третье. Это размером опухоли более 10 сантиметров. Четвертое. Это стадии опухоли. То есть, именно ПТ-3 и ПТ-4. То есть, гистологические. И коагуляционным некрозом опухоли, когда имеет место. Следующее. Есть, так предлагает тоже коллеги Запада, номограмми для оценки риска реагонарного метастазирования. Это автор Хоттерер 2007 год и Капитано 2013 год, которые они предложили номограмми, обладающей прогностической точностью. 78,4% и 86,9% соответственно. Так, номограмма Хоттерер основана на совокупной оценке возраста, симптомов и размерного образования для предсказания метастазов в лимфатические узлы. Валидация номограммы показала её высокой точности, превышающей 78%, но в то же время она имеет и слабое место. В чём заключается именно её слабость, что она позволила предсказывать метастатическое поражение лимфоузлов лишь в воротах почки, что существенно сузило возможность её широкого применения. Преимущество лимфодисекции у больных местно распространённым раком почки с клинически увеличенными лимфоузлами не очевидно. Лимфодисекция может быть использована в целях стадирования. Вот подобные данные тоже, это по рекомендации Ассоциации европейских урологов в последний 2015 год. Следующий. Лимфодиноктомия. Ну, если мы обратим внимание, анатомическая особенность расположения почек, левая, правая и аорта, нижняя половина и смотрим. Поэтому при опухолях правой почки, конечно, рекомендуется паракование, рутракование, прикование лимфоузлы от надпочечниковой вени до уровня нежной бережечной артерии. То есть, все эти лимфоузлы, я бы сказал, даже жировая клетчатка, должны быть удалены. А при опухоли левой почки, обращая внимание на параоортальные и преортальные лимфоузлы от ножек диафрагме до нижней бережечной артерии. Также при расширенной лимфодиноктомии удаляются интраорто-ковальные лимфоузлы. Ну, я еще раз повторяю, то есть, практически вся жировая клетчатка, которая идет вдоль аорты, вдоль нижней половой вени, от диафрагме до перфоркации. Частота метастазирования в лимфоузлы – это данные российского общества урологов, последние 2015, рак почки слева. Ну, какие могут быть? Ну, 41% в ворота почки, 37% летороортальные, 19% преортальные, 11% ортоковальные и 41% ретроортальные. А при раке правой почки, 30% в воротах почки, 13% летороортовальные, 24% прековальные и 47% ортоковальные и последние 27% ретроортальные. Следующий. Надо тут обратить внимание именно на анатомические особенности действительно лимфооттока из почек. Поэтому тут имеет место многообразие путей лимфооттока в заброшенном пространстве. Непродосказуемость опухолевой прогрессии, которая связана с неовасклюризацией, блок лимфооттока, развитие лимфатических коллатералей, инвазия в органе с различными путями лимфооттока. Но кроме этого, мы и не должны забыть и тот фактор о том, что и метастазирование могут быть и лимфогенным путем, совершенно отдельно не связаны с лимфатическими путями. Объём лимфоаденоктомии. Частота, если позитивнее лимфоузла, выше, то есть именно частота выше при удалении большого числа лимфатических узлов. Достоверную информацию можно получить при удалении как минимум от 13 до 15 лимфатических узлов. При удалении 15 лимфоузлов достигается 90% вероятности выявления как минимум одного позитивного, то есть поражённого лимфатического узла. Удаление 10 лимфоузлов у пациентов с единственным поражённым лимфоузлом может обеспечить только 10% абсолютный прирост 5-летней специфической выживаемости. Но 5-летняя выживаемость пациентов с позитивным составляет только от 5 до 38% как максимум. Пациенты и клиническими данными, когда позитивнее лимфоузлов, дальние относительно влияния лимфоаденоктомии на выживаемости пациентов совершенно противоречивые. То есть разные авторы и разные данные. Одни – за, другие – против. И на самом деле до сегодняшнего дня ничего такого конкретного нет. Так в работе Ибрагима 2012 год не было получено достоверной разницы в выживаемости пациентов в группах, где в ходе лимфоаденоктомии была удалена более 5 лимфатических узлов. А менее 5 лимфатических узлов или лимфоаденоктомия не проводилась вовсе. Напротив, исследования Пантокса авторами 2003 год – больные с клинически позитивными лимфоузлами, которым была выполнена нефрактомия с расширенной лимфоаденоктомией, имели преимущество в выживаемости. То есть один говорит, не имеет преимущество, а другой говорит, да, имеет преимущество. Следующее. В работе First-in, это 2014 год, при анализе результатов ситоредуктивной лимфоаденоктомии не было получено достоверной разницы в выживаемости среди групп пациентов, которым была выполнена или не была выполнена лимфоаденоктомия. Но это опять подтверждение тому, что я уже говорил, именно разноречивость. Но капитан, вот в 2000 его данных, которые опубликовал в 2012 году в своей работе, показали, что чем более расширена лимфоаденоктомия, предпринимается у больных со стадии опухоли ПТ-4, тем более снижается опухоль, специфическая смертность. Ну и дают такие цифры на 8% за каждый удаленный лимфатистский узел. В системном обзоре литературе, выполненном Бекаму, это с авторами 2013 год, не была показана достоверная разница выживаемости в группах нефрактомии с лимфоаденоктомией и только нефрактомия без лимфоаденоктомии. Большинство исследований, в которых описывается преимущество лимфоаденоктомия, имеет ретроспективный характер. Ну, как мы знаем с вами о том, что лучевая химиотерапия не очень эффективна в качестве адвивантного лечения после радикальной нефрактомии у больных, конечно, с гистологическим позитивным лимфатическим узлом. Поэтому выявление позитивного лимфатического имеет значение, скорее всего, для стадиирования заболевания, нежели для выбора тактики дальнейшего оперативного лечения. Какие осложнения? Лимфоаденоктомия сопряжена с повышенным риском интраоперационной и послеоперационной морбидности. Так, в исследовании Блюта с авторами было показано, что среди пациентов с клиническим негативным лимфоузлом, перенесшей лимфоаденоктомии, достоверно выше была частота значительной интраоперационной кровопотери и также тромбоэмболических осложнений, а также продолжительность лимфории после операции. Поэтому лимфоаденоктомия ассоциирована также с большим временем операции, более длительным послеоперационным койко-днём и больше общей частотой осложнения. Такие данные проводят разные авторы, в том числе Пантук и 2003 год. Какой алгоритм? Оставьте вот как раз. Ну, с русским вариантом. То есть исключили. Ну, ладно, хорошо. В клинических, когда Т1, Т2 и отрицательные лимфоузлы, конечно, проводят... Лимфодисекция используется только в целях стадирования. А дополнительные, неблагоприятные, когда имеют место для операции факторы, тогда применяется расширенная лимфодисекция, уровень доказательности 2. И клиническая стадия, когда Т3, Т4, и есть лимфоузл, тогда лимфодисекция, уровень доказательности 2. И так далее. То, что вот схема представлена и как на русском, так и на английском языке. Следующий, пожалуйста. Наш опыт, честно говоря, мы специально взяли только открытие операции. Почему? Потому что у нас отдельно идет лапароскопический робот-ассистирование, а потом сравнительная оценка всех данных. Мы поэтому взяли то, что было выполнено именно в нашей клинике. Мы не брали наших баз, а просто чистые клиники. И как видите, то, что резекция почки и нефрактамия. Ну, конечно, резекция почки с каждым годом становится больше и больше. Ну, хотя 14 год контингент больных был так, чтобы мы были вынуждены не выполнять нефрактамию, потому что размер опухоли и подозрение на наличие метастаза. Позвал следующее. Частота позитивных именно лимфатических метастазов и количество лимфодисекций тоже представлено. 2005 год – ноль. Ноль. Тут только одна. Ну, я бы сказал, количество их не так велика, чтобы можно сделать действительно на хорошее заключение по этому поводу. Тут пример. Больной, я помню фамилию его, Михайлов. Действительно, это рак левой почки и увеличенные лимфоузлы, и не один, а больше одного. Поэтому мы ставили диагноз рак левой почки стадии Т3АН2. Следующий. И тут, как видно, работайте. Вот тут тромб, который находится в вене, риналис, а также имело место увеличенные лимфатические узлы. И тут видно, как орта, как нижняя половина, и мы полностью, то есть клетчатка, лимфоузлы от диафрагмы до перфоркации были удалены. Следующий, пожалуйста. А тут удаление лимфатических узлов с клетчатки блоком, одним блоком вокруг именно крупных сосудов. Следующий, пожалуйста. И поэтому в выводе. Вопрос о сельсообразности лимфодисекции при лечении рака почки по сей день остается противоречивым. Некоторые исследования показывают преимущество выполнения расширенной лимфодисекции при лечении больных местно распространенным почноклеточным раком, то есть Т3, Т4, или при наличии неблагоприятных характеристик опухоли. И последний, у больных почноклеточным раком стадии Т1, Т2 с клинически негативными лимфоузлами и отсутствием неблагоприятных характеристик опухоли регионарная лимфодисекция может ограниченно применяться только для стадирования патологического процесса. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok